Профилактика на льду. Ежедневный труд сотрудника МЧС – это не только аварийно-спасательные работы или тушение возгораний, но и пропаганда. В минувшие выходные на каток в парке Степаново десантировались пожарные и инспекторы госпожнадзора. Задача необычного флешмоба на коньках – предупредить горожан об опасности неосторожного обращения с пиротехникой. В новогодние праздники и в пожароопасный период зимней пользоваться петардами ни в коем случае нельзя без разрешения взрослых и без присутствия. И только согласно инструкции. Маленькие ивановцы от пожарных получили раскраски, взрослые памятки о том, как нужно обращаться с петардами. Ежегодно в период новогодних праздников вероятность получить травму от пиротехнических изделий возрастает. Был один инцидент, к которому одному мальчику улетела сера в глаз, когда взрывалась. Петарды слишком близко был один мальчик. И сейчас такое вот, что он мальчика отпакал в больницу на месяц. Травмы с одинаковой вероятностью получают и дети, и взрослые. Петарды и фейерверки – это не игрушка, а средство повышенной опасности, рассказывают пожарные. Самые распространенные травмы – ожоги и повреждения кожи. Я вот в 400 тоже, мы там взрывали петарды, вот мне один раз в глаз попало. Потом к нему пошли домой, я там выковырила. Нет, не очень. Просто неприятно. Да. Прожгло чуть-чуть и все. Детям до 18 лет можно использовать пиротехнику только в присутствии взрослых, при этом тщательно изучив правила безопасности. Прежде чем его использовать, нужно ознакомиться с инструкцией. Обязательно инструкция должна быть написана на русском языке, должна быть написана страна и заготовитель, но у нас сейчас в основном продаются российские пиротехнические изделия. Обязательно должно быть написано класс пожарной опасности, класс опасности вообще пиротехнического изделия, дата его изготовления, дата выработки, обязательно с этим надо знакомиться. И ни в коем случае его не использовать, если уже сроки годности данного пиротехнического изделия вышли. В новогодние торжества прошлого года в больнице с различными травмами, полученными от пертехнических средств, поступили четыре жителя региона. Спасатели уверены, такая необычная профилактическая операция «Новый год» позволит в 2017-м избежать повторения трагедий. Идею встать на коньки и раздавать листовки ивановские инспекторы позаимствовали в Москве. Там веселые акции, горячо любимы горожанами и очень эффективны. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново. Продолжение следует...